Здравствуйте! С вами снова Александр. И я сегодня вам расскажу о новинке от компании Mood. Модель называется Nova. Но это не будет просто обзор. Они особо сильно не поменялись. Я просто вам сегодня быстренько расскажу, чем отличается 2017 год от 2018 года. Полный обзор на канале есть, найдите, посмотрите, если еще не видели. А сегодня чисто об отличиях. Поэтому все будет быстренько. Визуально, вы видите, особо ничего не поменялось. Единственное, на ручке немножечко они поменяли прострочку, сделали другой формы. И добавили здесь маркировочку под своим брендом, с их брендом. Первое, что мне бросилось в глаза, помимо новых расцветок, это ткань стала более гладкой, более приятной на ощупь. Хотя и в 2017 году ткань тоже отличная. Но в 2018 она более приятная. Основное отличие, вот вы можете сразу посмотреть, увеличили козырек. Козырек увеличился благодаря наличию четвертой секции. В 2017 году модели люди всегда думали, почему она такая открытая. Вот все нравится, но вот открытый слишком козырек. И это часто отталкивало от покупки. Но если летний ребенок, то вообще не проблема. Но в холодное время года лучше все-таки чуть-чуть прикрывать. Поэтому вы видите, козырек увеличился. Увеличилась еще достаточно сильно вот эта вот часть. Стеночка, назовем ее так, которая уменьшает поток ветра от лица ребенка. Она стала выше. В предыдущей модели эта часть более короткая. Соответственно, стала более закрытая. И еще одно нововведение, которое, опять же, в теплое время года будет очень актуальным. Это у нас вот часть откидывается. И тут у нас сеточка. Это поможет в жаркое действительно время года, в жаркий денечек, открыть и устроить дополнительное проветривание, если ворот, такой микроклимат, для вашего ребенка, чтобы он там не прел. Вот. Это что касается отличий люлик. Еще одно нововведение, на мой взгляд, немаловажное. Многие родители переживают, что колеса можно проколоть. Здесь эта проблема решена. Материал колес сделан из нового состава, из нового каучука. Колесо осталось таким же мягким, как и надувное. Но у вас полностью исчезла возможность его проколоть. На передних колесах добавили подшипники, что тоже очень полезно сказывается на долговечности всей этой конструкции и на комфорте рулежки. Также хочу заметить, что рисунок дисков стал реально покруче. Тут какой-то вот он простоват, а здесь более такой интересный, что ли, профиль резины стал более низкий. Я думаю, папаши сейчас меня поймут. Вот. Так что вот это основные такие нововведения. Что касается прогулочных блоков, в них, соответственно, изменений практически нет, кроме, опять же, той ткани, о которой я говорил. В них получается, что москитная сеточка как была, так и есть. Вот это уже восемнадцатый год. Теперь давайте посмотрим семнадцатый год. Здесь та же москитная сеточка есть. По сути, в прогулочном блоке, как таковом, ничего не изменилось. Но есть и другая сторона медали для тех, кто все-таки хочет купить эту колясочку. У них сейчас очень приличная разница в цене. Если вам вот этот вот маленький дополнительный участок, козырек, не сильно-то и нужен, тем более дело к лету, то вы можете прилично сэкономить, купив семнадцатый год. Качество то же самое практически. Разница в цене достаточно ощутимая. Я ссылку на нее добавлю в описании. На первой коляске, когда будете выбирать расцветки, вы увидите, что одна дороже, другая дешевле. Вот та, что дороже, она восемнадцатого года. Чтобы вы понимали, о чем я. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Дальше выбирать, как говорится, всегда вам. И если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Это очень сильно помогает мне делать для вас новые обзоры детских товаров. И большое спасибо первой коляске за то, что предоставили нам обзор новиночку. Мунова. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Детской коляски для вашего маленького ребеночка. И удачи. Всего доброго. Спасибо.